Штрафы за нарушение тишины, покоя граждан и общественного порядка были и остаются по сей день, но, скажем так, щадящие. Парламентарии же предлагают ужесточить эти меры. Если минимальный штраф сегодня это 300 рублей, то бунтари с принятием закона могут лишиться от 1 до 5 тысяч рублей. Причем такие предложения поступали от самих жителей, в частности, спальных районов. Больше всего горожане недовольны неожиданным салютом. Появилась масса ресторанов, кафе, ночных клубов прямо в жилых микрорайонах непосредственно. И вот особенно вызывает тревогу и большое количество жалоб у населения там, где в ночное время при проведении всевозможных мероприятий проводятся именно салюты всевозможные, фейерверки, и что не дает жителям нормально проживать в этом микрорайоне. Были случаи, прозвучало на совещании, что люди из-за близости к шумным заведениям вынуждены были переезжать в другой район города. Внушительные штрафы, уверены члены комитета, помогут навести порядок на улицах города. Другой важный вопрос – обсуждение поддержка казачества. В этом году на развитие казачьих обществ из казны края выделено больше 60 миллионов рублей. Почти половина уже освоена. Повышенное внимание к делам казачьим не только со стороны региональных властей. Ставрополье получило дополнительную поддержку из федерального бюджета 44 миллиона рублей. Они разделены на две категории. Первое – мероприятие, направленное на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений 26 миллионов 654 тысяч. Мероприятие направлено на содействие этнокультурному многообразию народов России 17 миллионов 32 тысяч. В рамках дополнительного финансирования на казачьи нужды пойдет порядка половины этой суммы – 20 миллионов. Сюда входит проведение различных военно-патриотических мероприятий, создание учебников для школ, казачьего радио, на проведение третьего форума «Русский собор» и так далее. Но, несмотря на это, депутаты были озабочены некоторой динамикой. За последние месяцы количество пойманных хулиганов казачьей дружиной меньше, чем в первые месяцы существования общества. Ему чуть менее года. Но тревоги, уверяют члены комитета от полиции, напрасны. Оказывают большую помощь в охране именно общественного порядка. Охрана общественного порядка – это же не каждый день раскрытое преступление, а недопущение на маршрутах патрулирования. Преступление и правонарушение – это основная задача. Поэтому я хочу сказать, что не иссякло желание у казаков работать и поддерживать сотрудников полиции. Везде мы находим взаимопонимание. Единогласно члены совещания проголосовали за проекты законов. Теперь им предстоит пройти парламентские чтения. И только после этого они будут вынесены на голосование Думы Ставрополья. Юлия Баженова, Олег Байкулов, Информбюро.